МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Американский невролог Уильям Фрай доказал, что во время смеха происходит самая настоящая биохимическая буря. Смех способствует снижению уровня гормонов стресса, очищает верхние дыхательные пути и улучшает циркуляцию крови. 20 минут активного смеха приравнивается к 3 часам бега и потери почти 400 калорий. Вот-вот, нам это как раз подходит. Как говорится, худеем к весне весело. Главное, чтобы тренер был опытный и мог поддержать заразительным смехом во время тренировки. Интересно, что люди, которые видят меня потом, слышат мой смех, им тоже хочется к этому присоединиться. Почему? Потому что лучшие качества смехотерапевта, это когда вы смеетесь заразительно. Таким смехом не то, что заразишься, по полу кататься, держась за живот будешь, при этом не имея никакой причины для смеха. Это отнюдь не признак дурачины, это признак душевного выздоровления. И никаких тебе врачей не надо. Все упражнения смехотерапии построены так, что смех, вызванный искусственно, постепенно перерастает в естественный. И тогда остановиться просто невозможно. Такая йога смеха заставляет схватиться за бока и уж тем более забыть о рутинных проблемах. Главное при этом отключить стеснение и включить фантазию. Каждый представляет, что он начинает есть арбуз. У него такая хорошая скибочка, он ее держит. Кусаем. Так, кто больше наплюет, тому приз. Надо сказать, приз получили все в виде искреннего смеха. Окончанием сеанса смехотерапии является легкая медитация, во время которой мышцы расслабляются, возбужденный организм успокаивается, а мысли и чувства обретают невероятное спокойствие. Вышла буквально с него новым человеком, потому что, во-первых, смех, оказывается, я теперь на себе ощутила, что он продлевает жизнь. И если мы будем чаще смеяться, на самом деле это будет плюс большой в жизни, прям охота сразу столько всего вершить, творить и просто развиваться дальше. Смех – лечебное средство, которым человека наградила сама природа. И это лекарство не имеет побочных действий. Поэтому смейтесь на здоровье!